Дальше. Следующий вывод говорит Шебнусамин, что является сунной во время азана, когда человек говорит хайя лас-салях, хайя лас-фалях, поворачивается направо и налево. Но каким образом Шебнусамин говорит? Два варианта возможны. Первый вариант это когда человек направо поворачивается и два раза говорит хайя лас-салях, хайя лас-салях, когда налево поворачивается и говорит тоже два раза хайя лас-фалях, хайя лас-фалях. Такой вариант. Второй вариант, когда направо поворачивается, говорят, хаял ас-салах, потом налево поворачивается хаял ас-салах, потом опять направо хаял ас-салах, налево хаял ас-салах, налево хаял ас-салах, налево хаял ас-салах. Мы с вами приводили слова Аля Узаия вчера по этому поводу. Север sil命 говорит по поводу микрофона, что сейчас есть микрофон, и поэтому нужно ли поворачиваться направо и налево. И он говорит, нет, как бы нет в этом нужды. Тем более, что это может повредить звучанию Азана, говорит он. И поэтому не нужно этого делать. Но мы с вами сказали, что это сумно. Это сумно. Если это можно делать, то это нужно делать. Хорошо, если есть возможность для этого, то нужно практиковать сумно прокале Саратусона. То есть выходить из положения, каким образом, если микрофон установлен перед человеком то может быть с правой и с левой стороны микрофон поставить или в руках у человека пусть будет микрофон каким-то образом да или сейчас это петличка цепляют или что-то но не оставлять эту сумму и дальше живут сами сам говорит по поводу теперь сунны установление пальцев в уши да когда человек что засовывает кончики пальцев в уши при азане а это как 7 сами горда это нужно делать почему потому что снова что сунна остается сунной основа что сунна остается сунной кроме того если человек помещает вот такой кончики пальцев в уши то этот способствует лучшему звучанию азана и лучшей направленности голоса да то есть голос не распыляется направленный получается звучание лучше бывает азана